Доброго времени суток! Меня зовут Константин. Предлагаю вашему вниманию обучающее видео по работе в программе Cubase 5-й версии. Первое видео самое простое, но, возможно, самое главное. Это первое знакомство с программой. Создаем новый проект. Создаем папку, где будет храниться проект. Нажимаем ОК и появляется главное окно программы Cubase. Сначала убедимся, что все нормально с настройками. Для этого выберем вкладку Devices, строку Device Setup. В данном окне выбирается звуковой драйвер программы. После этого необходимо проверить настройки входных и выходных шин. Для этого необходимо выбрать VST Connections, либо нажать клавишу F4. Вкладка Inputs – это входные шины, через которые звук попадает в программу. Вкладка Outputs – это шины, через которые звук выходит. С шинами все в порядке. Можно приступить к рассмотрению главного окна. Как видно, одно разделено на несколько областей. Сначала сосредоточимся на этой области. Она называется Track List. Это список всех инструментов, которые присутствуют в проекте. Пока что у нас нет ни одного инструмента. Чтобы добавить, нажмем правой кнопкой и выберем для начала инструментальный трек. То есть необходимо выбрать Add Instrument Track. Здесь мы в этом окне, в этой строке выбираем синтезатор, который будет использоваться. Выберем, для примера, стандартный кубесовский пролог. Нажимаем ОК. Появляется дорожка. Также для примера добавим аудиотрек. Сколько бы ни добавлялось дорожек, все они приведены в этой области. Мы не услышим звука до тех пор, пока не создадим ивенты. Работа с ивентами производится в этой области. Эта область носит название Event Display. Выберем в панели инструментов. Инструмент карандаш. Левой кнопкой мыши создаем ивент. Вот из таких кирпичиков и строится композиция. В этой области ведется работа с ивентами, которые заключаются в создании ивентов, в их копировании, дублировании, разрезании, удалении, либо склеивании и так далее. Ивент инструментального трека содержит MIDI-информацию. То есть это отпечатки клавиш. Таким образом воспроизводится звук с инструмента. Ивент аудиотрека содержит аудиоинформацию, это аудиофайлы, либо некоторые их участки. Для примера я могу записать на эту дорожку свой голос. Курсор вместе с линейкой определяет положение воспроизведения. А транспортная панель, которая вызывается клавишей F2, позволяет управлять этим воспроизведением. Далее слева от списка дорожек находится инспектор. Он позволяет вести обработку звука с дорожки. То есть управлять его громкостью, панорамой, устанавливать вставные эффекты, настраивать эквалайзер, устанавливать эффекты посылы и так далее. Сверху находится панель инструментов, среди которых инструменты для работы с ивентами. Классический инструмент мышки для выделения ивентов, для выделения какой-либо области ивента, разрезания, склеивания и так далее. Ниже от панели инструментов расположена информационная строка. Она содержит информацию об ивентах. Если мы выделяем ивент, мы видим его характеристики, информацию о нем. И также можем ее редактировать. Под информационной строкой расположена навигационная панель, которая облегчает навигацию по проекту. На этом краткий обзор главного окна Cubase закончен. Спасибо, что досмотрели до конца. В следующем уроке мы создадим простейший проект, попутно изучая инструменты, которые будем для этого использовать. Увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok